Кредит друг, кредит враг Это финансовая безграмотность населения и кредиты, которые вы назвали плохими, это те, которые под воздействием эмоций заключены договора кредитные. Скажем, сейчас по телевидению я видел 9,99. Что это такое 9,99? Человек просто, ой, это действительно копейки какие-то. А то, что это в год большие проценты, это совершенно человек не задумывается. И он приобретает иногда ненужные абсолютно себе вещи и потом не может рассчитаться. Зачастую манипулируют сознанием, как вы сказали, 720% или 20 гривен. Придя в магазин, мы видим 0% стоит. И когда ты берешь кредит, ты видишь, что просто эту сумму, которую на ценнике делят на количество месяцев. Все вроде бы понятно. Но на самом деле там уже есть интерес банка и его не может не быть. Просто сумму выставляет кредитную. Если вы приобретаете за наличные, вы знаете, вам предложат скидку или какой-то товар дадут бесплатно. Это и есть тот интерес банка. Отдельно можно сказать о том, что берут, не берут, какой есть интерес вложить в средства производства, как вы сказали. То есть я как предприниматель скажу, это предприниматели берут кредиты. Там тоже есть интерес банка. И скажем, в 2000 году я брал в банке форум по программе ЕБРР, которые давали 0% для развития бизнеса в Украине, а с меня взяли 60%. То есть банк всегда остается выигрыша, но это собственно и есть бизнес, зарабатывать деньги. В этом нет ничего плохого. Просто когда человек берет кредит, он должен подумать много раз об этом, как он будет отдавать. Не купить машину, чтобы на ней веселиться. Если он купил, чтобы работать на такси, понятно, он обдуманно все делает и у него есть шанс рассчитаться. Если нет, то он должен быть готов, потому что у него ее заберут. И банки здесь, честно говоря, ни при чем. Субтитры создавал DimaTorzok